сверху добавляем грудинку так и зелень с луком друзья мои вас приветствую нашем канале надеюсь у вас все хорошо сегодня мы приготовим классный среднеазиатский суп который называется киспе все из вас наверно знают суп шорпо это самый такой знаменитый среднеазиатский суп киспе он как-то ушел в тень хотя зря этот суп очень-очень вкусный готовится просто получается просто пушечка погнали друзья для супа киспе нам нужен наваристый говяжий бульон или можно с бараник я поставил уже заранее смотрите говядину потому что она варится долго здесь у меня такие вот ребрышки два штучки на косточки ваши слюни текут и кусок грудинки мясо уже готово отличный крепкий бульон сейчас будем готовить дальше и первым делом друзья нам нужно сделать тесто для домашней лапши делается но очень просто не пугайтесь тесто нужно будет постоять поэтому начинаем с теста значит берем пару куриных яиц все видео щепотка соли немножко растительного масла и все это размешиваем дальше постепенно вводим муку все больше туда ничего не нужно только яйца мука немножко растительного масла вот такое друзья эластичное тесто у нас получается к рукам не липнет немножко поработать с ним классное получится тесто накрываем пищевой пленкой и убираем минут на 20 его отдохнуть так мясо у нас сварилась отлично убираем его пока из бульона ай красота какая у нас мясо я когда поставил варить меня кастрюля была полная вот это все с приоткрытой крышкой испарила сейчас тут насыщенный начнем так варить а там будем смотреть густоту надо будет водички сюда можем добавить берем одну луковицу среднюю и нарезаем ее так полукольцами и отправляем лучок бульон далее берем немного картофеля и крупно его режем вот так вот на четвертинки но у меня мелкие на четвертинки если покрупнее там смотрите и друзья мои одна средняя морковь нам понадобится кстати напишите в комментариях знаете ли вы этот суп вообще и если знаете как у вас семья готовят потому что я знаю что некоторые готовят без овощей но мне нравится добавить немножко с овощами значит морковь мы режем смотрите вот так вот просто все по простому по степному по средне азиатски и морковь сразу туда же отправляем и пока друзья варятся овощи давайте приготовим лапшу раскатываем наше тесто тесто отлично получилось не прилипает податливая вот такое вот друзья отличное тесто у нас получилось потоньше его раскатываем теперь берем нарезаем полоски разрезаю пополам и эти части еще две части так вот и пусть они немножко полежат обветрится пока пока картошка доваривается и лавровый листик друзья там тоже будет не лишним отлично подойдет к этому супчику аромат говяжьего бульона с луком это уже что-то запах с родины так овощи у нас уже подходят значит нарезаем лапшу разрезаю сперва так вот складываю все их ровненько и нарезаем лапшичку вот такая вот красота у нас получается подольше дать подсушиться чтобы она не склеивалась да немножко склеивается но это не страшно вот такая вот друзья красота у нас получилось немножко подсыхает она и получается отличная лапша мамашки спи сейчас даем немножко газку чтобы хорошо закипела и забрасываем лапшичку не отправляем нашу лапшичку варится она очень быстро буквально несколько минут вот так вот красота пока лапша варится разбираем мясцо на маленькие кусочки смотрите какая грудиночка с прослойкой сказка и для подачи друзья нарезаем один лучок и зелень зелень у меня кинза петрушка и укропчик свежая зелень и куда же без нее так вот такая красота друзья про соль я не говорю потому что я солил когда варил мясо поэтому бульон у меня же соленый ну что друзья супец наш готов осталось только отведать этой красоты смотрите какая ляля ляля суп бешбармак я бы его назвал кеспи рекомендую это очень вкусно с домашней лапшичкой но не на курицы а именно на говядине так вот сверху добавляем грудинку так вот черный перчик обязательно свежий и зелень с луком вот такая вот друзья красота у нас с вами получилось вот такой замечательный суп приятного аппетита ребятки и дорогие ну что попробуем эту красоту смотрите какая ляля как это пахнет это просто запах родины запах детства сперва лапшичку домашняя лапша кто-то мне писал чего запариваетесь там купите спагетти ребята спагетти рядом стояли супа какая вот так вот грудинку берешь с лучком такой жирком зеленью это суп от смерти ребятки просто не знаю почему он не такой знаменитый надеюсь вы его теперь сделаете знаменитым благодаря вам он пойдет в массы ну и мне обязательно готовьте пишите комментарии я заканчиваю буду кушать это очень вкусно оператора смюни текут в общем до новых встреч друзья пока пока с вами ваш шишкин суп бомбезный готовится просто и офигительно молчка побольше приману